МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выездном совещании в парке «Малаховское озеро» обсудили дальнейшее благоустройство зоны отдыха. Поэтому здесь получится такое хорошее место для отдыха, хорошая зона отдыха. На какой стадии благоустройства парка сказок в Томилине узнаете в ближайшее время. Слезы текут, мурашки бегут, волосы дыбом, и это классно. Музыка, музыка и живопись, а я художник. В Люберцах прошли мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб отчитались главе муниципалитета в проделанной за отчетный период работе. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. 2200 обращений поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе. 24 заявления стали поводом для возбуждения уголовных дел. По горячим следам стражи порядка раскрыли 18 преступлений. Несмотря на активную профилактическую работу, которую проводят сотрудники полиции, жители продолжают идти на поводу у дистанционных мошенников. Продолжают приходить, берут кредиты в банки и отправляют через каких-то неизвестных силовиков. Как им там звонят, что силовые структуры звонят, то с ФСБ, с ОВД, со Следственного комитета. И люди берут какие-то бешеные кредиты и отправляют. Одна женщина с города железнодорожного набрала 7 миллионов, отправила, другое 3-4 миллиона берут. 41 выезд по сигналу тревоги совершили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Бороться с огнем на территории городского округа Люберца пришлось один раз. Происшествие произошло 3 июля в Малаховке. По прибытии в подразделение было загорание детского квадроцикла на площади 2 квадратных метра. В результате пожар обгорел по всей площади, оплавилась краска на близлежащем заборе на площади 1 квадратный метр. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет. Система ЖКХ работала на минувшей неделе в штатном режиме. Аварий на сетях электровода и газоснабжения не было. По графику идут ремонтные работы в МКД, запланированные на этот год. На данный момент в домах городского округа меняют 17 лифтов. Продолжаются работы по ремонту подъездов на квартирных домах. Всего на 2022 год запланировано 149 подъездов. Сейчас в работе находится управляющая компания ЛГЖТ 9 подъездов, в содействии 5 подъездов. И уже на данный момент выполнена компания ЛГЖТ 95 подъездов и содействия 39. В проделанной работе отчитали сотрудники управления благоустройства, дорожного хозяйства, представители парков, спортивного блока и здравоохранения. Также на оперативном совещании ознакомились с жалобами и обращениями, поступающими от жителей городского округа Люберцы. В Люберцах состоялся первый этап 27-й конференции местного отделения «Единой России». В нем приняли участие секретарь местного отделения партии, глава Люберец Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы Игорь Кахана и Лидия Антонова, а также представители первичных парторганизаций, члены Политсовета и Контрольной комиссии. Подробности далее. Основной вопрос повестки дня – выдвижение кандидатов, которые в сентябре представят партию на выборах нового созыва Люберецкого совета депутатов. В списке кандидатов – фамилии победителей предварительного голосования «Единой России». Праймерис проходил с 23 по 29 мая. Партия в свое время приняла решение, это уже не первый год, что вот таких кандидатов мы будем отбирать путем предварительного голосования. И за эти годы предварительное голосование, вот такая структура довыборного предварительного голосования абсолютно себя оправдала. В предварительном голосовании приняли участие 103 человека, а 32 из них, согласно выбору люберчан, сформировали список претендентов для участия в сентябрьской кампании. 16 кандидатов – действующие депутаты городского округа Люберцы, а остальные 16 – новые выдвиженцы. Кого-то больше, кого-то меньше знаю, но вот встречаясь по работе в микрорайонах нашего города, я обратила внимание, что достаточно прилично некоторые пользуются уже узнаваемостью. Конечно, обновление всегда должно быть, но оно должно быть еще раз на голову выше того, что есть сегодня. Путем тайного голосования члены партии определили итоговый список кандидатов. Утвержденные фамилии будут представлены для ознакомления на партийных информационных ресурсах местного отделения «Единой России». Предвыборную программу партии утвердят на втором этапе конференции, который состоится в августе. Луиза Игия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Предприятия городского округа помогают Донбассу. Руководители и сотрудники производственных компаний не только участвуют в сборах гуманитарной помощи, но и поставляют в зону боевых действий свою продукцию. В их числе и представители завода «Вентум». Какую они выполняют благотворительную миссию, расскажем в следующем сюжете. Буховод входит в вентиляционную систему, в многоэтажные дома, строительные сооружения. Без этой важной детали невозможно построить ни одно здание. На предприятии по производству вентиляционного оборудования изготавливают тысячу квадратных метров изделий за одну смену. Очередную партию готовят к отправке в Донбасс. В разрушенных войной городах эта продукция точно пригодится. Выполнять гуманитарную миссию компании «Вентум» не впервой. Во время пандемии работа предприятия не останавливалась ни на день. Завод выпускал продукцию, необходимую для функционирования ковидных госпиталей, в том числе больницы в Коммунарке. Сейчас силы направлены на то, чтобы помочь восстановить инфраструктуру ДНР и ЛНР. Предприятие не оставило без внимания и беженцев, которым необходима поддержка здесь и сейчас. Мы постарались принять тоже активное участие в помощи. Прежде всего это бытовыми товарами, различными замчанниками, микроволновками, вещами первой необходимости, делая нашу продукцию, помогая производству нашей продукции, поставками нашей продукции. Мы знаем, что мы это делаем не просто так. Предприятие по производству вентиляционного оборудования и противопожарных клапанов работает уже более 12 лет. Последние 4 года оно расположено на территории индустриального парка «Малаховский». Сейчас руководство компании проводит активную работу по импортозамещению. На данный момент 90% сырья, которое используют в производстве, отечественное. Остальные 10 – это мелкие детали и комплектующие. В ближайшее время тоже заменят на российское. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает один из крупнейших в России операторов рынка автозапчастей. Логистический комплекс предприятий находится в деревне Машково. Он обеспечивает продукции ведущие российские компании, а также объекты малого и среднего бизнеса. Подробнее о его деятельности расскажет Луиза Игия Зарян. Более 27 тысяч квадратных метров и 445 сотрудников. Этот складской комплекс – город в городе. Распределительный центр по хранению и логистике автомобильных запчастей открыли в 2017 году. В настоящее время строят еще один корпус. Он распахнет свои двери в начале следующего года и примет еще 200 новых сотрудников. Мы являемся крупным оператором на рынке поставок запасных частей ко всему парку отечественной автомобильной техники и сельхозмашин. Очень обширная география покупателей. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского – это и крупный корпоративный сегмент, это и перепродавцы по всей стране, и интернет-проекты, и, конечно, потребитель более мелкого толка. В ассортименте компании более 260 тысяч позиций. Это весь спектр автомобильных деталей от гаек до двигателей, 80% запасных частей отечественного производства. Это продукция таких российских заводов, как КАМАЗ, ГАЗ, Урал и многих других. Сейчас руководство компании идет по пути максимального импортозамещения. Таким предприятиям мы стремимся оказывать содействие, помощь, потому что такие предприятия, во-первых, интересны, и сегодня они крайне востребованы. А еще такие компании вносят значительную лепту в экономику округа. Объем инвестиций в проект создания нового складского комплекса – более 500 миллионов рублей. Луиза Игия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стражи порядка на дорогах отмечают профессиональный праздник. В честь 86-й годовщины со дня образования госавтоинспекции в округе прошло торжественное собрание. Когда есть на плечах звездочки, то желательно, чтобы их было больше и были бы они крупнее. Любилецкая ГАИ, ГИБДД – одно из лучших подразделений в Московской области. Коллеги у вас крепкие, самое главное – слаженные, преемственность традиции присутствует. Я сегодня хотел бы, друзья, каждому из вас пожелать и здоровья, и благополучия, и роста по службе. Чтобы наши ветераны и те наставники, которые есть у молодых сотрудников, которых сегодня будем поздравлять, передавали тот колоссальный опыт, который есть, и не позорили честь офицера Любилецкого ГИБДД. Еще раз вас всех с наступающим праздником! Роман Катерухин мечтал нести службу в ГИБДД еще со школы. В Любилцах инспектором ДПС работает два года. Сегодня ему присвоили специальное звание лейтенант полиции. Больше всего меня привлекает в службу ГИБДД – это, во-первых, общение с гражданами, довольно-таки большое разнообразие в работе. Если ты к водителю с душой так же обращаешься, относишься, так же и к тебе будут относиться. С тобой так же будут адекватно общаться, разговаривать, не будет никаких лишних вопросов. Среди сотрудников ГИБДД есть династии. У Татьяны Ковалевой всю жизнь посвятил госавтоинспекции отец. Сегодня он работает старшим инспектором по розыску. Шесть лет назад его дело в Любилецкой ГИБДД продолжила дочь. Я нашла себя именно в службе пропаганды безопасности дорожного движения. Мне нравится общаться с детьми, нравится вообще эта служба, нравится преподавать правила дорожного движения маленьким. Сотрудники отдела ГИБДД Любилецкого межмуниципального управления принимают участие в обеспечении безопасности на территории Любилец, Котельников, Дзержинского и Латкарина. В структуре несут службу 140 офицеров и более 40 вольнонаемных. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотрудники ГИБДД совместно с 14 батальоном 2-го полка ДПС провели профилактический рейд. Они напомнили водителям и пешеходам правила безопасного поведения на дорогах и раздали им информационные брошюры. Подробности далее. Сев за руль, отложи телефон и переведи все внимание на дорогу. Зачастую водители забывают об этом простом правиле безопасности. Результаты дорожно-транспортные происшествия и наезды на пешеходов. Предотвращение несчастных случаев – одна из главных задач Любилецких стражей дорог. Мы проводим большую работу с пропагандой безопасности дорожного движения. Также привлекаем инспекторов ДПС. И я могу сказать, что такие рейды действительно помогают нам снизить нашу статистику аварийности. Местом проведения рейда выбрали один из самых оживленных участков Егоревского шоссе. Здесь интенсивное движение не только автомобилей, но и пешеходов. Инспекторы ГИБДД и с ними провели разъяснительную беседу. Пожалуйста, не нарушайте права дорожного движения. Смотрите всегда по странам. Убедитесь в своей безопасности. Подобные рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно. В летний период особое внимание уделяют несовершеннолетним пешеходам. Луиза Игиозырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий провел в Малаховке выездное совещание. На улице Калинина глава округа оценил качество содержания дворовых территорий, пообщался с жителями и представителями управляющей компании. Вы присядьте, разберитесь, каким образом это двигается. На дорогах ямы, скамейки во дворе непригодны для сидения, а придомовая территория неухожена. Клумбы заброшены, полисадники давно заросли травой. А с водостоков во время сильных дождей вода стекает на отмостку и разрушает фундамент. Рядом с домом установлена спортивная площадка, но проход к ней перекрыт ограждением. В ведении управляющей компании 58 жилых домов, а порядок во дворах обеспечивают всего два дворника. Дворник наш дядя Лёша, он убирается, он действительно, он у нас работал, потом его убрали, не знаю, по каким-то своим причинам. Сейчас вернули, и вот сейчас он начинает опять всё убирать. Он вернулся буквально неделю назад. До этого, когда не было, никто вообще ничего не делал. Управляющая компания, которой гордо носила название «Служба коммунальных услуг», по мнению жителей, не оправдывает своего наименования. На её работу постоянно поступали жалобы. Поэтому два месяца назад организацию были вынуждены заменить. Рядом месяцев управляющей компанией здесь «Теплолюб». Тоже ведёт это хозяйство крайне плохо. Поэтому тоже мы их в перспективе заберём в Люберецкую теплосеть. И будет на базе теплосети сервисная компания по управлению домами. Здесь немножко всё печально, но я думаю, мы сегодня проговорили с руководством управляющей компании при теплосети. Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем некий план. Новая управляющая компания уже входит в курс дела и разрабатывает план по решению навалившихся проблем. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Министерство экологии и природопользования совместно с Главным управлением содержания территории Московской области, сотрудниками ГИБДД и судебными приставами при участии и управлении по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы провели рейд по выявлению и пресечению незаконной транспортировки строительных отходов. На этот раз проверку организовали в промышленной зоне Машкова. Водитель этого автомобиля теперь заплатит штраф за отсутствие электронного талона и разрешение на перевозку строительного мусора. С 1 марта 2021 года в Московской области вступил в силу новый порядок обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, который был утвержден Министерством экологии Московской области в феврале прошлого года. Мы отслеживаем и предотвращаем несанкционированное образование строительных отходов на своей территории. То есть обеспечиваем требования закона об охране окружающей среды и боремся с этими несанкционированными свалками. Вот сейчас будем проверять машину по факту и наличию документов на строительные отходы. В соответствии с новым порядком обращения со строительными отходами, водитель-перевозчик должен иметь при себе лицензию на право перевозки и электронный талон, выданный Министерством экологии и природопользования Московской области. Талон вносят в информационную систему, в которой регистрируют госномер транспортного средства, объем вывезенных отходов, а также начальную и конечную точки следования. Есть объект образования отходов и объект отходополучатель, откуда и куда они везутся соответственно. Для того, чтобы их перевезти, должна быть транспортная компания, которая имеет право на транспортирование отходов. Она тоже регистрируется в кадастре, получает электронный талон. Отходы должны вывозить на лицензированные полигоны. В городском округе Люберцы к ним относится ТБО Торбеева. Во время рейда в Машкове проверили 21 машину. У четверых водителей отсутствовали разрешительные документы. Инспекторы на месте составляли протоколы и выписывали водителям штраф. Организации, которая нарушает правила транспортировки строительных отходов, взяли под контроль в Министерстве экологии и природопользования. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход строительства школы в поселке Красково. Напомню, работы стартовали месяц назад на улице Мичурина. На данный момент на стройплощадке обустраивают подъездные пути, приступили к фундаментным работам. Готовность котлована 45%. Мы планируем, что где-то мы должны школу завершить по плану 4 квартала следующего года. Хотя мы будем настаивать, будем работать со строителями, чтобы ее запустить к 1 сентября следующего года. Это непросто, потому что объем работ огромен. Но в то же время, я думаю, что мы с этой задачей справимся. В современной четырехэтажной школе смогут обучаться 1100 учеников. Кроме того, на территории объекта образования построят многофункциональную спортивную площадку, а также благоустроят зону отдыха. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева открытый стадион «Школьное спортивное ядро» будет доступно для всех любителей физической культуры. В парке Малаховское озеро прошло выездное совещание. На встрече обсудили ход третьего этапа благоустройства зоны отдыха, а также вопросы, связанные с очисткой водоема. Она запланирована в конце этого года. Подробности в сюжете моих коллег. С каждым днём Малаховское озеро закрепляет за собой звание «Жемчужины Подмосковья». Несмотря на то, что работы по благоустройству пока в процессе, здесь уже намного комфортнее проводить время. По словам постоянных посетителей парка, жители стали бережнее относиться к этому зелёному уголку. С семьями, с детьми приходят, детям очень нравится. И с собачками гуляют даже. Я заметила, стали с собачками убирать. Жители сами с собачками ходят некоторые. Но пока работа продолжается, продолжают поступать и вопросы. Чтобы ответить на них, на территории, где проходит заключительный этап благоустройства, устроили встречу с жителями, пригласили членов рабочей группы и общественного совета парков. На вопросы ответили сотрудники администрации, директоры Люберецких парков Алексей Орлов, а также представители депутатского корпуса Юрий Байдуков, Вячеслав Губин и Рубен Савялов. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Марина Зинкина подробно рассказала о ходе проводимых работ. Будет также установлено мафы, освещение, детские площадки, скамейки, урны. Всё соответственно в соответствии с нашей концепцией. Я думаю, что все её видят. Далее у нас в планах также в Малаховском озере это сделать, построить мост, который будет соединять два берега. Это тоже планируем реализовать в этом году. В этом году начнётся реализация ещё одного важного проекта – очистки Малаховского озера. На данный момент выбирают подрядную организацию и разрабатывают проектную документацию. Завершить эти процедуры планируют к концу сентября, а приступить к реабилитации Македонки уже в ноябре. Контроль за данной работой, потому что это государственная программа, осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области. Будет разработано техническое задание, выбран подрядчик. По техническому заданию будут описаны сроки, когда, в какие конкретно сроки будет проводиться очистка и как. Очистка Малаховского озера завершится в 2024 году. Работы над водоёмами, над территорией вокруг него будут проходить под пристальным вниманием жителей и контролем общественников. В городском округе Люберцы реализуется губернаторская программа «Сто прудов и озёр». В этом году работы по очистке пройдут на двух водоёмах – Жилинском и Томилинском прудах. Эти объекты выбрали жители с помощью голосования на портале Добродел. Мы параллельно ведём очистку рек. У нас Македонка протекает, Чернавка, Пихорка по округу. И мы организовываем акцию «Вода России. Чистый берег» для очистки территории. Ближайшая акция «Вода России. Чистый берег» состоялась 7 июля на реке Македонка. Цель экологического проекта – избавить прибрежную зону водоёмов от мусора и аварийных деревьев. В Люберцах приступили к реализации нового этапа программы «Сто прудов и озёр». Перед началом санитарной чистки сотрудники администрации и подрядчики осмотрели территории и выслушали пожелания жителей. Подробнее в следующем сюжете. В прошлом году по программе Министерства экологии Подмосковья в Люберецком округе очистили пруды на улице Кантемера в Томилине и Краскове на Лорха. В этом наибольшее количество голосов набрали пруды на улице Шевченко в Томилине и Жилинский. Посмотрели объём работ, учли пожелания жителей по пиловке деревьев, по каким-то нюансам, потому что каждый пруд связан с какой-то историей. И жители очень трепетно относятся к своим водным объектам. Томилинский пруд стал вторым по количеству отданных жителями голосов. Он небольшой. В основном здесь требуется очистка водной глади от водорослей и камыша. А Жилинский пруд стал лидером. Приведение его в порядок требует привлечения специальной техники. Здесь будет работать бригада специалистов по поводу опилки деревьев. Это будут автовышки. Также у нас будут экскаваторы-погрузчики. И посмотрим по дну. Если будет возможность, то мы сюда запустим плавучий маленький экскаватор для того, чтобы сделать окос камыша и очистить пруд более-менее, чтобы он был чистым. Несколько десятилетий у жителей Подмосковья не было возможности очистить любимые пруды. Сейчас она появилась благодаря программе «Сто прудов и озёр». Мы, конечно, все тут местные жители мечтаем и хотим видеть этот пруд в хорошем состоянии, чтобы и дети наши видели, что как мы заботимся о природе. И тоже так потом поступали. Очистить от тины, а также от мусора и сухих деревьев водные объекты подрядчики планируют к 1 августа. А жители с нетерпением ждут, потому что… Мы любим наш пруд! Луиза Игия Зарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Акция «Чистый берег» инициированной «Единой Россией» стартовала в Подмосковье 1 июля. В этом году в ней принимают участие 15 округов, включая Люберцы. Главная её цель – навести и поддержать санитарный порядок на берегах водоёмов. Подробности у моих коллег. В Московской области особое внимание уделяют состоянию водных объектов. В рамках федеральных и региональных проектов чистят русла рек, озёр, прудов и, конечно, береговых линий. Мы хотим показать нашей акции то, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусор. Поэтому мы объединяем большое количество волонтёров, активистов и своими руками прикасаемся к этим добрым делам. Фронт работ – 3 километра берега Македонки и Малаховского озера. Бутылки, фантики и упавшие ветки собирают в мешки. Затем их отправляют на переработку. Для уборки в этом году собралось около сотни человек. Если брать отношение наших людей к чистоте и порядку 10 лет назад и сегодня, оно изменилось. И по чуть-чуть изменяется. Люди становятся культурнее и в общении между собой, и в отношении к природе в том числе. Жители округа активно участвуют в таких экологических акциях. Не за награды, а с единственным желанием, чтобы они и их дети жили в чистой стране. Природа жалкая, животные, дети любуются на некрасивые виды. Это плохо. Поэтому хотелось бы, чтобы была у нас более благоприятная среда, комфортная и красиво всегда. Акция «Чистый берег» продлится до 19 августа. За это время планируют очистить 20 километров береговой линии. Принять участие можно вне зависимости от партийной принадлежности, социального положения и возраста. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На 27 гектарах лесного массива в Томильне расположен парк «Сказок». Он открылся для посетителей в сентябре 2016 года. И вот уже 6 лет постепенно разрастается. Сейчас здесь на 40 сотках строят новый детский игровой комплекс. Работы по благоустройству территории в самом разгаре. Строители разровняли площадку, завезли песок и щебень, прокладывают дорожки и устанавливают фонари. Здесь появится новая комфортная зона, большая детская игровая площадка с акцентом на сохранение именно экологической истории, потому что данная территория у нас является территорией лесфонда. Перед началом работ концепцию строительства обсудили с жителями. Вместе решили, что дети и родители хотят видеть. В многофункциональный игровой комплекс войдут качели, карусели, горки и тарзанка. В тени деревьев поставят лавочки и обязательно камеры видеонаблюдения. Поэтому здесь получится такое хорошее место для отдыха, хорошая зона отдыха. Особенно здесь много всех людей с детьми, поэтому тут и родители, и бабушка с дедушками смогут как-то провести время с детьми. Ну а дети порезвиться, по крайней мере порадоваться вот этим всем детским игровым элементом. Благоустройство парка «Сказок» идёт в рамках программы формирования современной комфортной городской среды с финансированием из регионального и муниципального бюджетов. Несмотря на то, что срок сдачи объекта официально назначен на середину августа, обещают закончить уже к 15 июля. Луиза и Геозырян, Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители округа украшают дворовые территории нарядными клумбами. Люберчане высаживают в палисадниках растения и в течение всего лета ухаживают за ними все вместе. Тему продолжит наш корреспондент. Здравствуйте, мои хорошенькие. Водичку пейте. Цветочные клумбы около дома на улице Калараша 3А появились ещё 50 лет назад. Лилии, гортензии, георгины, маки и ромашки пестрят яркими красками. Многолетние растения соседи привозят с дачных участков, а рассаду однолетних выращивают на подоконниках. В летнее время в палисаднике работают и взрослые, и дети. Мы с соседями решили, что наш двор должен быть уютным и красивым. Поэтому устраиваем палисадники. Это стало таким своеобразным хобби для многих людей из нашего дома. Мы читаем очень много о том, как поливать растения, как за ними ухаживать. И чувствуя такую заботу, они здорово отвечают нам на неё. И у нас здесь возле дома цветы цветут практически всё лето. Около 24-го дома по улице 3-е почтовое отделение палисадник тоже играет разными красками. Ромашки, васильки, дельфиниум, червоная рута и, конечно, парковая роза. Елена Колосова оформила цветочную клумбу 7 лет назад, когда вышла на заслуженный отдых. О красоте под окнами мечтала всегда. Но сделать палисадник по-настоящему цветущим удалось не сразу. Здесь вот люди ходили, протоптана была дорожка, поэтому сажать-то не было смысла. Всё равно всё затопчет. Когда поставили заборчик, появился шанс посадить здесь что-то. Сначала понемножечку, потом всё это разрослось. Приносили, знаете, с меру по нитке голого рубаха. Получился вот такой садик. В округе 679 дворов. Красота возле подъезда не только результат работы управляющей компании, но и заботливое отношение жителей к своему двору. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Выпускникам Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина вручили дипломы. В этом году его окончили полтысячи парней и девушек. С важным событием виновников торжества поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Сегодня, выпускаясь, я оцениваюсь с одного из лучших техникумов не только области, но и всей России. Это факт, потому что здесь традиции, здесь школа, здесь преподавательский состав, я оцениваюсь, очень мощный. Поэтому вот вы, все это впитав, вы имеете возможность дальше двигаться по жизни. Совершенствуйтесь, помните свой техникум, помните преподавателей. Сегодня вы получите первый диплом о своем профессиональном образовании. Поэтому мне хотелось бы сказать, то слово, которое сказал Юрий Гагарин на старте, поехали. Поехали во взрослую, серьезную жизнь. С выпуском вас, с праздником, дорогие выпускники. Егор Кружевицкий окончил техникум с красным дипломом. Впереди его ждет служба в армии, а дальше продолжение учебы в высшем учебном заведении. О гагаринском техникуме выпускник говорит с теплотой. После окончания школы Егор точно знал, поступать будет только сюда. Хорошие рейтинги у него, хорошие рейтинги. Ну и у меня много друзей здесь училось, и очень положительно отзывались. Техникум дал, конечно, очень много знаний, но в первую очередь еще и жизненный опыт, общение с людьми, с разными. Я также принимал участие в очень многих мероприятиях. Не сомневалась в выборе техникума и Валентина Шагаева. Готовить любит с детства, поэтому специальность технология продукции общественного питания выбрала сразу. Я проходила практику, за счет этого я научилась очень вкусно готовить, как минимум. Управление производством, психологией лучше людей начала изучать. Здесь учат не только предметам, которые у нас есть, и специальности, но еще и жизни. Александр Божьев выбрал одну из самых трудных, но интересных специальностей – производство и обслуживание летательных аппаратов. Практику проходил на предприятии «Хеливерт» в Томилине. Перспективного выпускника уже пригласили туда работать. Это был вообще незабываемый опыт. Мы познакомились со сборкой вертолета. Столько новых знакомств, всяких теоретических знаний было приобретено. Очень много. Правда, на самом деле, очень интересно. В этом году Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Гагарина окончили 500 человек. 81 из них получили красные дипломы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Студентам Люберецкого филиала Московского областного медицинского техникума вручили дипломы. Поздравить выпускников одного из крупнейших профильных образовательных учреждений Подмосковья приехал глава округа. Люди в медицину приходят по призванию, по желанию, по мечте. Я думаю, что первый этап ваших мечтаний, он сегодня сбылся. Вы у нас необычный выпуск. Выпуск пандемии. Мы вместе с вами два года боролись, но не расслабляемся. Ковид никуда не отступил, поэтому его воск не отменял еще. Поэтому берегите, пожалуйста, себя, особенно на рабочих местах. Дипломы в торжественной обстановке вручили фельдшерам, медицинским братьям, фармацевтам и медсестрам. Светлана Серапян с детства мечтала связать свою жизнь с медициной, и Люберецкий колледж ее мечту исполнил. Здесь нам научили, как готовится вообще наша профессия, что это такое, манипуляциям разным, уход за больными, как разговаривать, как общаться с людьми. Я люблю свою профессию, обожаю, и дай бог, чтобы получилось, я дальше работала. Сергей Ерема тоже окончил колледж с отличием. Младший представитель медицинской династии планирует работать в реанимации или операционном блоке. Мне всю жизнь хотелось помогать людям, быть добрым, отзывчивым, ответственным. Дальше планирую работать медбратом, а также пройти профессиональную переподготовку на анестезиста, скорее всего. В Московском областном медицинском колледже номер два четыре структурных подразделения. Люберецкий филиал – один из самых крупных. В этом году его окончили 108 человек. 25 из них получили дипломы с отличием. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Они спасают самых крохотных младенцев и дают шанс на жизнь, даже когда это кажется невозможным. В стационарном отделении номер два Московского областного центра охраны материнства и детства работает служба реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Врачи, которые помогают выхаживать малышей, для многих пациентов становятся практически членами семьи. А в одном из таких героев в белом халате наш следующий сюжет. Еще раз тебя посмотрим. Даже самые крохотные малыши узнают голоса и чувствуют прикосновения. Именно поэтому Мария Попова советует родителям чаще навещать своих детей и общаться с ними. Но в минуты, когда мамы или папы нет рядом, эти младенцы не одинокие. Великолепный малыш. Ты мой сладкий. Давай, все. Спи, отдыхай. Детей, которым с самого рождения пришлось бороться за жизнь, Мария Сергеевна спасает более 12 лет. Каждый пациент для нее особенный. Историю каждого малыша можно назвать чудом. Мы здесь занимаемся не только выхаживанием недоношенных детей, как большинство реанимаций. Только в этой больнице в Московской области занимаются, наверное, хирургией и хирургией. Хирургические дети, они особенно как-то западают в душу. Вот, не знаю, тяжело своей болезни, скажем так. Находятся они иногда у нас и по полгода. Четырехлетний Алексей – один из таких пациентов. Мальчик появился на свет раньше времени и с врожденным заболеванием легких. Первые 10 дней жизни находился на аппарате ИВЛ. Затем попал в отделение Марии Поповой. Там ему провели тренирование легких и вылечили от пневмонии. Второй этап реанимации продлился три недели. За это время состояние малыша стабилизировалось. Мария Сергеевна – очень положительный доктор. Она помогала нам во всем. Всегда мне рассказывала, какое состояние ребенка, какие анализы, в каком у него состоянии его лечения, что угрожает жизни, что не угрожает. Я ей очень благодарна, на самом деле. Она помогла мне в очень тяжелой ситуации вообще сохранить рассудок. Со своим доктором маленький Леша видится до сих пор. До пандемии каждый год вместе с родителями посещал праздник – День недоношенных детей. Хотя, чтобы общаться со своими пациентами Марии Поповой, поводы не нужны. Со многими она поддерживает связь по телефону. У нас есть двойня легендарная. Они были по 480 грамм. Одна девочка из двойни была очень тяжелая, с перфорацией, то есть с дыркой в кишке. И мы ее вылечили. Она сейчас великолепно ходит в детский сад. Ничем не отличается от сверстников. Родители с нами до сих пор общаются. Нам приятно, потому что мы видим, какие они вырастают и что это счастье. Отделение второго этапа реанимации интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства рассчитано на 20 мест. В этом блоке трудится 12 врачей и около 40 медсестер. Их выход на работу – это подвиги, борьба за жизнь каждого, кто находится в этих ювезах. Лето – это не только счастливая пора каникул, но и опасный период для детей. Катание на самокатах, велосипедах, роликах и других транспортных средствах зачастую приводит к травмам, в том числе и тяжелым. На данный момент в Московском областном центре охраны материнства и детства проходит лечение 30 детей и подростков, которые получили переломы конечностей. 10 пациентов находятся в реанимации. Мы, конечно, все доктора, медицинские сестры, тоже являемся родителями, понимаем, что детей очень тяжело огородить от каких-то действий. Но наша задача, как родителей, как взрослых людей – это позаботиться об их безопасности. Поэтому, если ребенок садится на велосипед, то он обязательно должен быть в шлеме. Если ребенок встает на роликовые коньки или вот эти модные скутеры, которые есть сейчас у деток, он тоже должен быть в шлеме. И основные суставы должны быть обязательно в защите. Врачи также напоминают о мерах безопасности в квартире. В отделении травматологии за месяц поступает как минимум 5 детей, которые выпадают из окон верхних этажей. Медики призывают не оставлять малышей без присмотра и устанавливать на окна специальные блокираторы. Лидер Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в середине мая отбуксировал сразу три вертолета общим весом более 15 тонн без использования специальных приспособлений. Очередной мировой рекорд люберчанин поставил в столице Татарстана. После тяжелых для организма испытаний спортсмен прошел медицинское обследование. Ведь в планах новые силовые рекорды. По словам Сергея Агаджаняна, его рабочее давление 140 на 80. Если оно повышается, люберчанин следует рекомендациям врача. Принимает медикаменты. К состоянию своего организма «Русский Халк» относится с заботой. Но в некоторых случаях здоровьем приходится пренебрегать. Во время оперировки мы могут достигать цифры у меня, в частности, за 200. 200 на 120. Мы готовим таким образом организм перегрузка. Поэтому часто то, что я делаю, я прошу не делать. Не то, что неподготовленных спортсменов и любителей, даже не все профессионалы могут позволить себе такие нагрузки. Силовой экстрим появился в жизни Сергея 10 лет назад. До этого спортсмен занимался греблей на байдарках, боксом, кикбоксингом и гиревым спортом. На счету Агаджаняна десятки рекордов России и мира. Во время их достижения организм спортсмена работает на пределе. Огромную нагрузку испытывает сердечно-сосудистая система. Поэтому после каждой победы он обязательно проходит комплексное медицинское обследование, которое проводят врачи Люберецкой областной больницы. Мы регулярно проводим лабораторную диагностику, проводим электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование. Но после больших побед, после соревнований, он приезжает и мы проводим исследование и следим за его здоровьем. Русского халка часто называют одним из сильнейших людей мира. Правда, о своих уникальных способностях он говорит с иронией. Супер силы есть у каждого. Самое главное, чтобы было желание и настойчивость идти к своей цели. Какой-то сверх силы, я не уверен, что она есть у меня лично. Я все-таки уверен в том, что есть эффектно-тренированности и подготовки к тому или иному номеру. Уже через несколько месяцев Сергей Агаджанян начнет готовиться к очередному мировому рекорду. Люберчанин планирует его установить в московском метрополитене, сдвинув с места поезд. Богдан Колесников, Анатолий Харламов, телеканал ЛРТ. Молодежный клуб в Томилино 9 лет объединяет ребят по интересам. Здесь жители округа посещают занятия карате и арт-терапии, проходят обучение фотографий и живописи, участвуют в волонтерской деятельности. Чем живет клуб в летний период, узнали мои коллеги. Работа молодежного клуба не останавливается ни на минуту. Каратисты идут на тренировку, а волонтеры собираются на очередную рабочую встречу. Ребят, всем привет. Начинаем нашу ежемесячную встречу, подведение итогов в деятельности клуба волонтеров. Такие встречи клуб волонтеров проводит два раза в месяц. В ходе заседания обозначили планы на ближайшее время и подвели итоги работы за июнь. Ребята помогли с организацией молодежного форума, активно работают в гуманитарном складе, помогают, распособывают продукты, вещи, также готовят их к отправке, а также помощь пожилым людям, кому это действительно сейчас нужно, с покупкой продуктов, лекарств и так далее. В общественной жизни округа участвует и чемпион России по карате Павел Баринов. Сегодня повседневную одежду он сменил на кимоно. Восточные единоборства стали неотъемлемой частью жизни Павла 25 лет назад. Ему едва исполнилось 4 года, когда родители привели мальчика на занятия карате. У нас не было тогда столько секций, столько учреждений, сколько есть сейчас, поэтому был выбор небольшой, особенно в рамках Томилина. Это танцы, качалка и карате. Качалка для 4-летнего парня, ну, сами понимаете, не подходит. Остается танцы и карате. Было принято решение отдать в карате. Молодежный клуб развивает также неолимпийские, уличные и технические виды спорта, проводит занятия для любителей фотографии. Здесь можно научиться рисовать картины текстурной пастой и акриловыми красками. У каждого есть возможность найти себе занятие по душе. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Исполнилось 100 лет со дня рождения почетного гражданина поселка Томилина, поэта Ивана Рыжикова. У библиотеки, которая носит его имя, 7 июля прошел памятный митинг. В этот день состоялась презентация книги, над которой Иван Васильевич работал более 10 лет. В новое издание вошли избранные произведения автора и поэмы, над которыми он работал долгие годы. Когда сказали бы мне честно, что через час наступит ночь, что и наука бесполезна, что и слезами не помочь. И собрались в моей квартире друзья, соседи и родня. И та, единственная в мире, что столько мучила меня. Десятиклассница Анастасия Чевдарь познакомилась с творчеством Ивана Рыжикова, когда готовилась к конкурсу, посвященному столетию Ивана Васильевича. Поэтический марафон организовало Люберецкое отделение Союза Женщин России. Настя вошла в число победителей. Было очень приятно познакомиться с творчеством нашего издемляка. Мне очень понравились многие его стихи. Он как будто окунул меня в свою жизнь. Читая его стихи, узнала о его жизни, о том, что он именно проживал, о чем он мечтал, чем он жил на самом деле. Свои первые стихи Иван Рыжиков написал еще школьникам. В июле 41-го года попал на фронт. Был связистом, участвовал в боях на Северо-Западном фронте, на Курской дуге, в Молдавии, Польше, Румынии и Болгарии. И всегда писал стихи. К Ивану Васильевичу часто обращались за профессиональным советом и начинающие поэты, и опытные мастера пера. В помощи не отказывал никому. Он всегда поддерживал, он всегда вразумлял, всегда направлял. Я видела, как отрабатывалось каждое слово, искался образ очень тщательно, не ломая индивидуальности человека, стараясь в каждом выявить его творческую личность, все лучшие качества и поэта, и человека. В Томилинской библиотеке на улице Пионерской Иван Васильевич был частым гостем. Здесь он встречался со школьниками и почитателями своего творчества. В прошлом году учреждению культуры присвоили его имя. В день столетия поэта около мемориальной доски собрались те, кто лично знал и любил знаменитого земляка. К людям всегда с открытой душой. К поэтам, которых он учил многому, даже к тем, кто иногда нёс, а колесицу мы это умеем в стихах, он никогда не одёргивал зло, никогда не принижал чужого таланта, а наоборот давал ему какие-то крылья, какую-то опору. Мы будем помнить о таких людях. Сегодня такая дата очень серьёзная, сто лет. К сожалению, Иван Васильевич не дожил до этих дней, но опять же вот здесь присутствует и дочь. Позвольте вручить цветы Ирины Ивановны вам. Участники митинга возложили цветы к памятной доске и приняли участие в презентации новой книги Ивана Рыжикова. На её страницах период творчества. От самых ранних фронтовых стихов, заметок и юморесок до произведений, которые он написал в последние годы. Иван Васильевич прошёл долгий, трудный, но интересный путь. Его жизнь завершилась три года назад. Но память о поэте навсегда останется в его книгах и наших сердцах. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник, посвящённый памяти святых Петра и Феврония, получил официальный статус. В городском округе Люберцы основными площадками празднования стали Центральный и Наташинский парки. Там работали и мы. Любить не значит смотреть друг на друга. Любить значит смотреть в одном направлении. В Центральном парке чествовали те пары, которые не одно десятилетие идут рука об руку. Среди них семья Журавлёвых. Познакомились на дискотеке и вместе уже 40 лет. Игорь Сергеевич работает на заводе «Звезда». Вместе с супругой Мариной Михайловной воспитали сына. Он пошёл по стопам отца, женился и подарил Журавлёвым внука. Хороший праздник, да. Раньше его не отмечали. Сейчас как бы возобновили вот эти старинные наши. Надо, чтобы молодёжь присутствовала на таких праздниках, смотрела. Надо приглашать, да, вот как бы людей, которые прожили много лет вместе. Надо друг другу доверять, прощать, ну что, любить друг друга самое главное. Знакомство новобрачных Евгения Цвелодубова и Елизаветы Горшковой прошло в духе века 21-го. Они нашли друг друга на просторах интернета. Ура! На импровизированной сцене чествовали и многодетные семьи. Карибановы-Бочаровы воспитывают пятерых детей. Поздравить с праздником люберчан пришли депутат Государственной Думы России Роман Терюшков и глава опруга Владимир Ружицкий. Я сегодня хотел бы всех поздравить с замечательным праздником. Всем добра, мира, счастья, взаимопонимания. Жить долго, доста, как говорят. И если уж сложилось рядом любимый, то лучше в сто, в один день, чтобы все были счастливы. То, что мы сегодня здесь собрались, в день наших святых Петра и Февронии Муромских, говорит о том, что мы начинаем возвращаться. И те детишки, которые сидят здесь, уже будут расти на традиционных ценностях. Праздничная атмосфера царила и в Наташинском парке. Все люберчане пришли сюда целыми семьями. Диана и Владислав Новоселовы, их сыновья, решили провести этот день вместе. По их мнению, секрет успешной семейной жизни прост. Со словами поздравлений к посетителям парка обратились депутаты городского округа Люберца Оксана Крамина и Дмитрий Сухов. Позвольте вас поздравить с праздником, с днем семьи, любви и верности. Любви учит нас наша семья. Это мама, которая убаюкивает своего младенца. Это муж, который во всем поддерживает свою жену. Это наши дети, которые ухаживают за нашими близкими. Мне бы хотелось, чтобы любящих и любимых людей становилось все больше и больше. Также хотелось бы сказать, чтобы вы все оставались верны друг другу, верны самому себе, верны нашему городу. Пока со сцены звучали поздравления и песни, на площади перед амфитеатром проходили творческие мастер-классы для детей. В картинной галерее состоялся концерт Анастасии и Артема Яшиных. Супружеская пара, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов. Они исполнили лучшие песни из своего репертуара, посвященные теме любви. За выступлением наблюдали и мы. Песни о высоких чувствах в зале картинной галереи звучат в честь одного из самых почитаемых в России праздников – Дня семьи, любви и верности. Для самих артистов эта дата теперь тоже имеет особое значение. Анастасия и Артем – студенты Института современного искусства. Познакомились три года назад на музыкальном конкурсе в стенах вуза. С тех пор не расстаются. Верность, любовь – это то, что внутри нас, это то, что… Взаимопонимание, доверие друг друга. Наверное, это не передать словами, это просто есть внутри нас. И мы хотим этим поделиться, чтобы каждый сегодня вышел из зала одухотворенным. Судя по эмоциям зрителей, артистам это сделать удалось. С первых же песен Анастасия и Артем произвели впечатление. Слезы текут, мурашки бегут, волосы дыбом, и это классно. Музыка и живопись, а я художник – это самое главное в жизни. Конечно, после детей и любви. На концерте прозвучали в основном авторские песни и композиции золотого фонда отечественной и зарубежной эстрады. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok